первый раз своей жизни сейчас будем пробовать кататься на сноутбордах хотел сказать скейтбордах надеваем сейчас амуницию всю вот они сноутборды нам готовят сейчас как пока все сложно и непонятно нацепили обувку несём свои сноуборды на учебный спуск вот он будем сейчас учиться на два часа мы взяли наши sky пассы вроде бы это так называется цены конечно кусачи да каждый день кататься не будешь но съездить особенно в первый раз это очень интересно и я давно хотела попробовать мой первый в жизни подъемник еще и на сноуборде честно даже тяжело стоять я просто даже ели как поднялась на этом подъемнике у меня чуть из рук это шпалка не выскочила она так тянет наверх до рывками ребята мы ели как разобрались тем как это закреплять сейчас мы его покажем как на ноги ломать да это всего лишь так скажем детский учебность да уже страшно не по детски охтофарк первый свой в жизни спуск на сноутборде я могу описать так ехала-падала ехала-падала и все вещи которые мы взяли с собой они блин очень намешали поэтому мы сейчас отнесем их в машину и будем кататься налегке потому что знаете ли кататься с камерами это очень опасно туши ты падаешь и ты боишься чтобы она не сломалась у тебя а 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 у меня уже у меня уже язык заплетается от холода в общем не сразу сразу мы заметили вот этот подъемник который как раз таки для новичков я думаю и существует очень удобно на нем подниматься я говорю у меня ощущение как будто я сходила к зубному и не могу сказать ничего а уже стемнело и я сейчас буду скатываться последний раз потому что время наше выходит уже и только на восьмой раз у меня получилось скатиться не упав а это сейчас будет мой девятый спуск уже везде подсветочка тяжело стоять подсветка в авто парке и и вот так вот выглядят спуск сейчас пока мы катались уже все стемнело и стало очень красиво все подсвечивается посмотрите нахожусь в такой зоне где есть елочка все еще и всевозможные лавки чтобы можно было покушать мы покатались и решили зайти покушать потому что уже проголодались заказали фрикасе с рисом я взяла соляночку латте а что у тебя у меня супчик куриный фрикасе и чай приятного аппетита приятного аппетита территория парка очень красиво украшена сейчас гуляем по ней подходили к большим спускам смотрели как люди катаются и честно я я просто с открытым ртом стояла смотрела как люди скатываются с огромной скоростью с этих вот таких вот огромных спусков это конечно нужно учиться этому а в начале ведь я думала что я сейчас приду как скачусь как всем покажу но нет мне до этого спуска да еще и на сноутборде я думаю еще очень очень не скоро я на нем скачусь на лыжах это уже другой вопрос конечно на лыжах я думаю я бы смогла но на сноутборде только учиться и учиться еще на территории парка есть и горячие бассейны есть каток есть домики которые снимают люди чтобы отдохнуть в общем полноценный такой можно сказать загородный отдых все очень так красиво везде все подсвечивается огни горят вот территория кстати достаточно большая у этого комплекса даже есть фонтан каток который здесь есть на территории охта парка он по-настоящему сказочный потому что вы катаетесь вокруг хвойных деревьев и сосны и елки которые все в огоньках очень красиво можно купить всякие вкусности попить горячий чай кофе чтобы не замерзать блины чурос вафли и вот здесь вот столики причем с огнем чтобы не замерзать и можно наблюдать как катаются люди справа кафешка с ресторанчиком слева место где вы покупаете билеты где берете инвентарь а потом его издаете тоже вот сюда вот мне здесь очень понравилось напишите в комментариях кто был здесь я думаю вы обязательно поставите лайк потому что это очень атмосферное место и я бы сюда обязательно вернулась и я бы сюда обязательно вернулась я падала и колени отбила все отбила не поломала ничего судя по прыжкам очень сложно я реально я еще не поняла тестовать на него первый раз было лучше первый спуск я думаю почему ты столько времени там сидишь я не могла встать хватает силы в ногах надо качать ноги я поняла как сложно очень сложно ну знаете ли дети тоже не с первого раза учатся ходить тяжело не думала что настолько тяжело будет не думала никак интересно но тяжело пока